Девятая передача телевизионного канала Невс ТВ и я его ведущий Всеслав Соло Сегодня я хочу вас посвятить в некоторые таинства выбора Каждый человек живет в мире своего сознания, в мире людей, в мире предметов, ситуаций, событий И очень часто у нас случается такое, что надо выбрать Ну, как бы даже чуть ли не библейские люди стараются подтверждать себе истину, некую истину Что у человека должен быть всегда выбор Вы знаете, если, конечно, брать по большому счету И оценивать человеческую жизнь и его развитие человека имеется в виду По высшей категории, а это значит божественной категории То вообще-то у Бога выбора нет У Бога все всегда безвыборно А мы по подобию Божьему Следовательно, у нас тоже вообще-то выбора не должно быть Но другое дело, как жить, не имея выбор Не имея выбора, да? Вот Это уже совсем другие аспекты И здесь, в короткой передаче, естественно, я не смогу вас научить этому И посвятить этому время Я считаю, даже где-то и бесполезно Потому что люди должны иметь особую подготовку Чтобы знать такие постулаты и такие интересные моменты жизни Как безвыборный путь Безвыборное развитие То есть, каковы механизмы Как себя вести И так далее, и тому подобное Но здесь вы уже можете прийти В какую-то одну из моих групп И позаниматься И я, конечно же, все поясню А сегодня я посвящу вас тоже В очень необычные моменты Темы выбор Они Наверняка Не очень-то знали с вами Смотрите Начиная где-то с 91-го года Я преподавал с 90-го даже Ездил по стране По России И ближнему зарубежью И преподавал свое учение Логику предметно-беспредметных островов И Очень часто я на сцене Почти всегда проводил Вот такой эксперимент Я вызывал на сцену Какую-то симпатичную девушку Ставил ее посредине сцены Потом вызывал парня Такого, который ей нравится Или она сама выбирала Или же я так Немножечко я все-таки По физиономиям людским Разбираясь кто кому может нравиться Вот и поэтому я присматривался И подбирал молодого человека Который может понравиться этой девушке Но в основном я конечно остановился на ее выборе А другого парня Уж точно конкретно выбирал я Такого, который точно ей не понравится И вот эти два молодых человека Становились на сцене И Дальше шел спектакль А спектакль энергетический Дальше вот что происходило Я подходил к симпатичному молодому человеку И шептал ему на ухо Представьте себе Что вы хотите обмануть эту девушку Что вы просто вот хотите с ней там переспать Там просто подурачиться Постречаться какое-то время Или даже пожить Но ни в коем разе не жениться А уж о детях и речи быть не может То есть вот внутреннее такое состояние Что вы хотите ее обмануть Настройте себя Вот он стоит настраивать Я подхожу к другому молодому человеку У которого Не очень физиономия вышла по природе Который точно не нравится Этой девушке Которую я пригласил на сцену для эксперимента И вот этот спектакль разыгрывается Роли раздаю я Я этому молодому человеку Уже некрасивому, так сказать Говорю, шепчу на ухо Представьте себе Что вы очень По-настоящему душевно И ласково По-мужски Влюблены в эту девушку И вы очень хотите на ней Жениться Создать семью И Естественно Иметь с ней совместных детей И жить счастливо Постарайтесь Себя настроить на это Вот стоят два человека Молодых И настраивают Себя Посмотрят на девушку Девушка не знает Что я нашептал Совершенно У нее просто одно Один ей больше симпатичен Другой не очень И дальше я говорю Девушке Значит смотрите Давайте вы К заднику сцены Подойдете Лицом То есть Спиной к этим ребятам И спиной к залу Станете И вы Будете стоять А я сейчас Скомандую Эти два молодых человека Походят посредине сцены По кругу По кругу И вы не будете знать Кто где ходит Из них Я скомандовал Время пошло Минуту-две Они ходят Медленно по кругу Она не знает Где какой из них Мы тасуем Как бы колоду Этих ребят Да Из двух человек Потом я говорю Стоп Ребята разошлись По сторонам сцены Они расходятся И она Эта девушка Не знает Где Приятный Молодой человек Ей По внешности А где Неприятный Я говорю Расслабьтесь Я теперь к ней подхожу Она еще тоже Ничего пока не знает Я говорю Расслабьтесь Пожалуйста И вот Почувствуйте В какую сторону Вас сейчас потянет И справа И слева На сцене Ближе к Зрительному залу Стоят Два молодых Человека Вот К какому из них Вас сейчас Потянет душой Направо Или налево Расслабьтесь И отдайтесь Моему внутреннему состоянию Чутью Женскому Даже Предсказательному Состоянию Такому Женщины Они очень Умеют На это Медитировать Больше Чем мужчины Ну Хотя Все зависит От опыта Конечно Вот Стоит она И вы знаете Вот Сколько лет Я преподавал И сколько Лет Я Вот этот Эксперимент На сцене Делал Ни разу Не было Ни одной Ошибочки То есть Всегда Девушка Показывала В сторону Некрасивого Парня То есть Ее тянуло К тому Кто не обманывает И вот тут Я ее просил Развернуться И она И испытывала Разочарование Ну как же так Вот тот нравится А тянет К этому Естественно Она озадачена Зал вообще Еще ничего Не знал И вот Теперь Я начинаю Рассказывать Структуру Этого спектакля Залу И конечно же Все люди Слушают Тогда я все Рассказываю Что одному Я сказал Вот так Относиться К девушке Другому Я сказал Вот так Относиться К девушке И девушка Я попросил Вот это сделать Куда потянет И так далее Зал вдруг Узнает И все Просто в шоке То есть Получается Вот мое Стихотворение В четвертом романе Император Или по следам Созерцателя Такое небольшое Стихотворение Оно было Большой поэмой Но я сократил Ее До стихотворения Закрой глаза И станешь Больше Центральная строка Этого стихотворения Закрой глаза И станешь Мудрее Больше Сильнее Точнее Ну и так далее И тому подобное И вот я ее просил Именно закрыть глаза И стоять В заднику сцены Развернувшись лицом И спиной К цели К спиной К этим ребятам И вот она Безошибочно Всегда Так было По всем выступлениям Моим Во всех залах Любые девушки Безошибочно Показали в сторону Того Кто хочет Не обмануть А именно Жениться И любит Энергию любви Источает Видите Как интересно Получается У вас в жизни Наверняка Очень много Подобных Ситуаций В молодости В старости Когда угодно Люди Пару ищут В любом возрасте Как не ошибиться Как не ошибиться Какая из них Какая из них любит А какая хочет Деньги Его заполучить Понимаете Престиж И так далее Так вот Здесь Я могу Посоветовать Очень интересно Вот эту сцену Разыграть можно И в реальной жизни И вы Меня послушайте Внимательно Уважаемые Через зрители И вы поймете Что да Действительно Это подсказка Для всех вас Что нужно сделать Самое простое Техническое средство Телефон Есть у каждого Да У кого-то Айфон С ЦРУ в трубке А у кого-то Еще чего-то Но Элементарно Номер телефона Почти есть Практически Сегодня у всех Да не почти А у всех Даже по-моему Бомжи с телефонами Уже ходят Значит Итак Взяли Допустим Один из приемов Позвонили Одному Ну то есть Каких хотите выбрать Да Позвонили одному Он только взял трубку Вы сказали Пару слов Нажали Отбой Ну как бы Прерывал вас связь Но Вы должны В это время В другой руке Вот в одной Телефон Допустим В левой Да А в правой У вас Даже не допустим А именно в левой Пускай телефон будет Правая Левая Принимающая Энергию Правая Выдающая Вот А в правой руке Держите какой-то предмет Я не знаю Спичный коробок Булавку Записку Не знаю Стиратель Стерку какую-то Резинку Может быть Фломастер Может зажигалку Но Проассоциируете Этого человека С каким-то предметом Короче говоря Небольшим Настольным предметом С пуговицей Ну с чем угодно Подержали И положили Дальше Звоните другому Да То же самое Несколько слов Прервалось В это время Тоже держите Какой-то другой предмет И тоже Ассоциируете Этот предмет С этим человеком Которому позвонили Ну вы запоминаете Это Коля А то был Допустим Петя Вот отложили В сторону И там может Три-пять Таких предметов Также может И с девушкой быть Настя Маша Карина Ну и так далее Тому подобное Вот И отложили В сторону А теперь Закрыли глаза Взяли Вот допустим Не руками А палочками А может Кого-то даже попросили Ну всегда хуже Когда вы Кого-то просите Потому что Энергии Других посторонних людей Особенно Если он знает И наблюдает за вами Тоже могут мешать вам Сосредоточиться И получить Правильный ответ Поэтому лучше Никому не говорить Что вы это делаете Знаете только вы Бог Всю И больше никто И Возьмите Не руками А какие-то палочки Перетасуйте Эти предметы так Что вот вы Ну не сильно Не швыряйте А то потом Не найдете Да Вот перетасуйте так Чтобы вот Вы точно почувствовали Что вот Один вот там А другой там И так далее То есть Конечно лучше Всегда два предмета Иметь Ну если три Пять Ну значит Аккуратненько Может потренируйтесь До этого Ну разложите их В разные стороны Короче говоря Ну лучше всего Ну лучше всего два предмета Конечно Да Слева И справа Но если у вас Трое Ну один впереди Да Можно так А один еще Четвертый Если допустим Есть Остается на месте То есть можно и так Хорошо Кстати А Маленькая подсказка А А Можно взять предметы Одинаковые Только цветовая Гамма Разная Будет То есть По цветам Они будут разные Ну скажем Там Пуговицы Четыре пуговицы Цвет имеет разный а одинаковая структура форма и так далее поэтому тогда можно даже даже руками перетасовать даже руками и в разные стороны разложите да вот а дальше расслабьтесь и и почувствуйте закройте глаза какую сторону вас потянет то есть куда влево вправо до вперед потянуло или вдруг вы чувствуете что прямо вот вот здесь уперлась рядом что-то там вот сюда тянет прям вот рядом то есть пуговица там лежит да допустим кстати на пуговицы я думаю самый такой простецкий идеальный вариант на разноцветных пуговиц большие можно пуговицы взять чтобы не искать их где они там упали там или что-то случилось и увидите безошибочно потому что в этот момент те люди вас помнили это длится где-то нельзя долго затягивать когда позвонили поэтому конечно когда два человека есть вот больший шанс не ошибиться больший шанс потому что время не ждет где-то ну минуту две внутри да вот человек способен о вас думать это ведь надо выбрать такие такое время чтобы тот человек был не на работе не сосредоточен не за рулем понимаете что вот он был но более свободы это наверно перед сном где-то там ну чтобы он не смотрел фильм там еще что там ну как-то вот выберите такую ситуацию чтобы вот человек был не смедитирован сильно не читал там книгу и так далее тогда вот вы не ошибетесь понимаете то есть надо как-то подобрать или может быть даже разыграть картинку ой извини сейчас там допустим сейчас я там кастрюлю там нужно помешать я тебе через три минуты перезвоню все он уже там через пять минут перезвоню извини все он пять минут и вас думает понимаете то же самое другому ну это это не ложь такая чтобы уж совсем как-то человека с которым вы общаетесь принизить там обидеть оскорбить эта игра и вы вправе в нее немножко сыграть чтобы и их судьбу не поломать и собственную тут же вы не только для себя ради какой-то корысти до стараетесь чтобы вы вот не ошиблись жизни но вы же если ошибетесь вы ошибетесь и и в их жизни и они тоже пострадают же потом поэтому здесь состояние мира и добра она на месте лежит вы никому не помешаете ни себе не тому человеку все будет хорошо и правильно поэтому я рекомендую не бояться и делать это даже немножечко как бы вам будут казаться обманывать на самом деле вы не обманываете вы разыгрываете энергоспектакль игру вы пригласили в игру поиграть конечно не знает о том что он играет в эту игру ну и хорошо значит он не мешает он честно открывает душу и какой он есть к вам по отношениям такой он и будет кстати ведь не только человека так можно выбирать ну и там я не знаю покупку приобретения какого-то там предмета квартиры судьбоносной выбрать вуз учебное заведение которым вы будете учиться или будет учиться ваш сын там внук друг сослуживец там ну и так далее таким же образом можно выбирать ну а вы понимаете позвонили в деканат и уже о вас думает правильно то есть потянулась энергия и нужны ли вы и какая судьба после того как вы закончите этот вуз а можно выбирать не только приобретение и учебу но и можно выбирать поездки отдых допустим куда лучше поехать где вас лучше больше ждут ожидают но это тоже самое также можно в турферму позвонить и сказать что вот я хочу там поехать в египет да вот такой 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 срок но там столько людей такая стоимость и так далее все оговорили ой извините через пять минут я вам перезвоню вы пожалуйста обо мне не забудьте сейчас я буквально через пять минут не занимайте трубку я перезвоню это святой обман почему потому что пить если вы возьмете у них путевку и она не состоится правильно по отдыху для вас то это обязательно отразится и на фирме и на ее процветание и даже на здоровье тех людей которые работают в этой фирме поэтому вы обезопасите и их если вы туда больше не позвоните ничего страшного нет совершенно и так каждый человек он только будет чистить пространство но нет это святая игра это не обман это игра понимаете не забывайте об этом чтобы у вас вот здесь вот не корежила эта игра которая никому совершенно не вредит также точно можно выбирать не только поездки но и товарища какой искренний товарищ какой не искренний товарищ какие политические взгляды вам ближе допустим понимаете то есть какую партию вступить на какую работу лучше пойти обманывает вот этот начальник вас или нет может быть его заместитель лучше к вам относится нежели начальник там или кто-то еще сослуживцы там а дети так насколько искренне там или нет то есть понимаете здесь можно постоянно вот этим манипулировать и если вы очень хорошо заточите свой опыт в этом направлении вы в конечном итоге научитесь жить безвыборно то есть вы будете сразу интуитивно опыт такой будет у вас уже сердцем чувствовать как правильно и куда правильно пойти с кем заговорите с кем не заговорить и как заговорите для чего и почему и так далее и тому подобное то есть вот эти упражнения я считаю это жизненные упражнения это ваш инструмент я вам его даю но присваивать не разрешаю не забывайте упоминать моё авторство мира и добра вам счастья и безвыборной жизни материализации мыслей и ваших желаний российский первоисточник автор множества книг высшей магии мысли вы можете научиться выходы в астрал параллельные миры энергологика бизнеса телепатия формула любви дыхание сознания магические операции школа вечеров всеслава соло контактный телефон 8 903 622 4018 у в Субтитры создавал DimaTorzok